Добрый день, друзья! Здравствуйте! Приветствуем всех и отправляемся вместе с вами в Магнитогорск. Ну и так вот уже традиционно. Такая, что динамо все и перехватывает. Но Магнитка возвращает обратно. Это Гребенкин пытается уйти. Бросать с неудобно и забивает Никита Гребенкин. И она не вынуждена, только в силу того, что Гребенкин выбежал со скамейки запасных. Но он просто прорвал, прорезал всю оборону. Обыграл одного защитника, убрал неудобную и бросил мастерские над ловушкой Ильи Коноваловы. И на радость болельщикам Металлург повел 1-0. Ничего не предвещало беды. Воспользовались ошибкой потери в средней зоне игроки Металлурга. Пальше в тюмберистом Римашевский забивал в этом большинстве. Вот момент, это 2-0. Это Игорь Гераскин пользуется, отскочивший от Коновалова шайбой. Бежать на ворота. Это законы хоккея. Причем атака 3-2 получилась. Гераскин отдал эту передачу на край. Он же эту атаку и завершил. Там Бовченко чуть шайбу не потерял, пока справа у борт с ней катился. Потом подбросил, что как-то один Гераскин абсолютно там выскочил. На это добивание, никого не было. Расшевский слева. Передача в центр. Бросок Ильенко. И еще раз неудобный гол. Но вот теперь Динамо реализует свое большинство. Ильенко. Ключевой, что Ильенко не выключился из эпизода. Вот видите, это повторно показывает, что отдает вниз. Такая хитрая, скрытая передача. И Ильенко сыграл здорово на добивании. Причем, наверное, и был шанс забросить сразу. Но, смотри, опять бросок. Бросок с неудобной руки. И прям в самую крестоведную шайбу отправил. И сокращает отставание в счете. Башевский в центр. И направо шла шайба. Паленков оттуда бросает. И добивание. Кусев и нет. Но потом Каблуков все-таки с пятака отправляет шайбу в ворота. Это ничья 2-2. Забивает. А вот Каблуков потом уже с этой границей вратарской площади все-таки не промахивается. А куда Кусев попал? Да, то ли штамба, то ли поскребал. Да. Давал шанс до последнего момента поскребал на своей команде. Да, Кусев в штамбу. И потом успевает еще Кусев откинуть только Булков, получается. Причем три игрока в синей форме оказались перед воротами. И все смотрели в сторону шайбы. И никто не играл рядом с самым опасным игроком Московского Динамо в данной ситуации. Добрали Динамовцы, пас на пятак и в свои ворота срезает защитника. Забивает Дмитрий Рашевский. Кому передавал Дима Рашевский. Но супер случайность, да. И опять в центре внимания оказался Орехов. Так по футболю щечкой, я бы сказал. Но такое случается. Самое главное, надо продолжать играть. И парню тоже. И как на прессу. На бросок. И гол 3-3. Сравнивают мукитогорцы. Пресс набрасывал и там тот подставил. Нет, чтобы я комментировал эту встречу. Так, это такое ощущение, что это Пыленков подставил, если честно. Пыленков? Ну, давай смотреть. Если это так, то мне есть что сказать на этот счет. Скажи. Потому что я был. Я не уверен, что это он сделал. Поэтому я не могу сейчас сказать. Бывают такие моменты, когда... Опять Гусев. Есть. И Гусев выигрывает теперь этот матч для Магнитогорской... О, для... 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 Магнитогорской команды. Металлург набирает одно очко, но все-таки терпит поражение. Динамо сегодня отыгрывается с 0-2. И пусть и упускает победу в основное время. Продолжение следует...